Временно исполняющего обязанности губернатора Овской области Александра Буркова возрождена хорошая традиция. Спартакиада госслужащих проводилась в нашем регионе с 1994 по 2006 годы. 23 марта 2018 на базе оздоровительного лагеря «Альпийская деревня» команды всех 32 районов, а также представители городских и государственных ведомств собрались, чтобы вновь выйти на старт лыжных гонок, посостязаться в стрельбе, дартсе и шахматных поединках. Я очень рад, что мы возродили наше соревнование. Надеюсь, что, как говорится, укрепление тела даст нам крепость духа. В нашей работе это необходимо, работа непростая. Все качества, которые дает спорт, сегодня пригодятся нам как на государственной, так и на муниципальной службе. Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков не только поддерживал всех участников спартакиады, но и сам решил попробовать свои силы. Пробежал два километра по лыжной трассе. Я видел, как люди выкладываются на трассе, невзирая от уровня мастерства, невзирая от возраста. Люди бились до конца. Это самое важное. То есть воля к победе у людей есть. Поэтому с этой командой можно двигаться вперед. То представительство, которое мы сегодня видим, и главы районов, и руководители министерств, и вообще люди неравнодушные к этому. Я уверен, что сегодня все у нас получится. И все мы получим массу удовольствия. Команда Минспорта «Большие надежды в лыжных гонках» связывала с начальником управления физической культуры и спорта Еленой Батцевич, двукратной чемпионкой мира по биатлону. Елена Николаевна с большим удовольствием вышла на трассу и заняла в своей возрастной категории второе место. Очень приятно, что именно сегодня вышли на старт руководители, практически начальники отделов, управления, министры. Это очень приятно, потому что по долгу службы мы всегда контролируем, даем задания и сами их выполняем. А здесь получается, нам задание дает спорт, лыжня. И я думаю, что все, кто сегодня вышли на старт и выйдут еще, они с этим справятся. Районы Омской области и региональные министерства делегировали на соревнования не только рядовых государственных служащих. В некоторых дисциплинах приняли участие руководители министерств, главы муниципалитетов и их заместители. Огромное спасибо организаторам, что сегодня здесь нас вместе всех собрали, то, что своими действиями мы пропагандируем занятия физической культурой и спортом. И младшее поколение, глядя на нас, отвлекется, допустим, от компьютера, от того же телевизора, также выйдет на лыжню и будет заниматься спортом. Мы всегда держим себя в форме, занимаемся, тренируемся в свободное от работы время. Ну, стараемся, старались подготовиться, время покажет. Но, опять же, мы не ставим для себя основную задачу победы или высокие места. В любом случае спорт это требует, да. Но прежде всего это, конечно, общение, командное общение, чтобы после такой спартакиады все руководители, а здесь именно руководители всех уровней власти, да, как-то сплоченнее, дружнее работали и работали на единую команду, команду Омской области. Не столь важный результат, важно то, что мы здесь единой командой Министерства культуры, образования, спорта и так далее, так далее. Поэтому очень здорово, что это все вернулось. Я думаю, это будет только на пользу всем. Приятно, что собралось очень много людей, которых ты знаешь. И в такой неформальной, нестандартной обстановке, в нерабочей, когда мы можем пообщаться, обниматься мнением, поболеть за кого-то, за своих коллег. Это здорово. Очень серьезно, кстати, отвлекает и требует такого особого внимания и концентрации, что в работе чиновника очень, как бы, сакцентировать эти вещи очень можно и натренировать как раз на этом турнире. В рамках спартакиады прошла также товарищеская игра по мини-футболу на снегу. В дружеском поединке сошлись сборные администрации города Омска и правительства Омской области. В основное время зрители увидели много ярких моментов, но счет так и не был открыт. В серии пенальти удача была на стороне горожан. Игроки и болельщики получили заряд положительных эмоций. Эмоции от любого матча, и от товарищеского, и от официального, они только самые положительные. То есть драйв от игры, удовольствие, поддержка болельщиков, которые присутствовали, спасибо большущее, как и со стороны мэрии, так и с правительства. Ну и плечо коллеги по команде, то есть тоже очень важно. Третье общекомандное место зимней спартакиады работников органов государственной власти и местного самоуправления Омской области заняла сборная Теврийского района. На второй ступени пьедестала хозяева соревнований команда Горьковского, чемпионы, госслужащие Саргатского муниципального района. Я очень счастлив, что мы выступили удачно. А самое главное, почему я еще в таком хорошем настроении, все участники, это действительно действующие сотрудники нашей администрации. Всем огромное спасибо, начальники отдела у меня выступали, выступали депутаты, показали очень хороший результат. Она действительно достаточно спортивный район, я им очень благодарен. Ну сам я тоже принимал участие в лыжах. Я считаю, эта победа наша заслуженная. Спартакиада государственных служащих подарила участникам незабываемые впечатления. А большой интерес к соревнованиям от представителей всех уровней власти дает уверенность, что традиция проведения стартов будет продолжаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова